Не только сохранить, но и приумножить социальные выплаты крымчанам. Вот основная задача республиканской власти. Вице-премьер автономии Сергей Донич говорит, жизнь на полуострове в корне изменится, если крымчане проголосуют за вступление в Россию. Ждать помощи от украинских властей вряд ли стоит. Киев сам стоит с протянутой рукой. Чтобы избежать банкротства, нужно 35 миллиардов евро. Ради получения финансовой помощи новое правительство Украины готово пойти на любые сокращения расходов. Эксперты прогнозируют, прежде всего они коснутся социальной сферы. По сути, киевские чиновники предлагают народу затянуть пояса потуже. Вырастут цены, повысятся налоги и отменятся некоторые льготы. А вот в составе Российской Федерации республиканская власть видит больше перспектив для народа. Работать над повышением именно стандартов качества жизни людей. Вот основная цель собравшихся в этом зале. Для того, чтобы это выполнить, необходимо, конечно, понимать те правила и те законы, по которым живет Российская Федерация. А равняться есть на что. Все социальные выплаты в России, включая зарплаты, пенсии, льготы, в несколько раз выше украинских стандартов. Так, среднемесячная зарплата в России составляет 709 долларов. В Крыму – лишь 308. Средняя пенсия россиян – 275 долларов. Крымчан – почти вдвое меньше. Военнослужащие северного соседа могут быть спокойны за свою старость. Их средняя пенсия больше 600 долларов. У крымских не дотягивает и до 250. Врачи Российской Федерации получают почти 1200 долларов. В Крыму труды медиков оценивали значительно ниже – всего в 269 долларов США. Не сильно баловали и работников образовательной сферы. Их средняя зарплата – почти 300 долларов. Российские педагоги получают как минимум вдвое больше. Значительно отличается и цена на топливо. К снижению цен и повышению социальных стандартов стремятся и власти автономии. А Россия выступит гарантом сохранения всех социальных выплат для крымчан. Если по итогам референдума полуостров станет частью северного соседа. Задача наша заключается в том, чтобы максимально возможно сейчас придумать алгоритм вашей деятельности, чтобы все гарантии и права граждан, существующие на сегодняшний момент, не были прерваны ни при каких условиях. На расширенном заседании коллегии Министерства соцполитики автономии отдельно прозвучала тема защиты людей с ограниченными физическими возможностями. Недавно Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Приняли огромное количество законов и программ. Одна из главных – тема реабилитации. О сотрудничестве уже договорились. Мы знаем, что раньше было очень много интересных здравниц и социальных практик по реабилитации в Крыму. Мы пользовались всеми этими наработками. И, конечно, у нас есть много планов и идей по поводу создания совместных программ по реабилитации. Мы будем сотрудничать и не только по этой теме, но и по всем социальным проблемам. Курс на улучшение социальной жизни уже взят. Но последнее слово за крымчанами. Они решат свою и дальнейшую судьбу полуострова на референдуме 16 марта. Екатерина Сабинина, Анатолий Скорик. Время новостей.